Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 499. События дня. Эпиграфом взято 1 Коринфянам 15.13. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. За 24.04.2017 года. Путину предложили стать крестным отцом Эрдогана. Вот представьте, у греков у них очень много в мифологии. Там боги на Олимпии живут. И они вот там поистец, святогорец и все новое пророчество, что Россия будет воевать, Турцию победить, Стамбул они потеряли. И вот сколько уже? 1453 год, я считаю, 600 лет почти. Ностальгирует об одном, что вернется к ним. Мало того, русские думали, что там придет время, и русский патриарх в виде Никона будет там вселенским патриархом. И вот сейчас они выпустили это. Путину предложили стать крестным отцом Эрдогана. И дальше пишут, чтобы мы это распечатали. Ну, как распечатали? Мы отдали знать. Это можно считать распечаткой, наверное, да? Да. Дальше. Митрополит предложил Эрдогану принять крещение в историческом православном квартале Истамбуле. В Фонаре. От Константинопольского патриарха Варфоломея I, первого пастыря Вселенской Православной Церкви. Первого пастыря. Как это так? Первый пастырь Вселенской Православной Церкви. Вселенская Православная Церковь, первый пастырь Христос. Вот сразу даже претензии какие-то. Вселенские. Мы его знать не знаем. Вот все эти названия, святейший, пересвятейший там, ну не евангельское все это. Никого не называйте, говорит, отцом. Ну ладно, тут мы догадались, о чем речь идет. И дальше. Обращение было отправлено Эрдогану в ответ на его недавнее заявление о том, что Турцию в ЕС не принимают, поскольку она не христианская страна. Да еще и там делают в ЕС. Китай тоже там не состоит и живут по-своему. Ну вот как-то с распростертыми объятиями, вот это тоже выражение не евангельское. Но вы должны знать, согласно житии святых такое было. Когда обращались к Богу и принимали христианство, и все они были убитые. Последователи их убьют сразу, согласно их учениях, их священной книги. То есть он заранее должен сказать, что я погибаю, ну и дальше. А дальше что будет? Ну дальше рисует уже. Путин крестным будет. Вот такая картина, мифология. Путин крестным будет. Ну какой же он крестный-то? Если бы жил по Евангелии, то другое. Человек из этой системы, чтобы совесть была неискореженная, это трудно сказать, откуда он происходит. И покаяния-то не было, ни в чем в этом не было. Ну как-то надо скрепа. Какая скрепа? Степлер нашли. Православие. Да православие, может, и близко не стояло к этим словам. Скрепа-то одно. Евангелие – Дух Святой. Господь говорит, будьте едины, как я едины. Вот тогда едины. Когда уверуют, отрекутся от самого себя, отвергутся от самого себя. Вот. Дальше. Ник Скляр пишет. Кстати, если Господь позволит и время продолжится, то потерянка станет зажиточным селом. Лет через 10-15. Вот тоже пророчество какое. Ну с чего она станет богатой-то? Зажиточная. Ну и сейчас она не голодует. Вот. Понимаете как? То пророчествует мне, что меня убьют. А если что? Если я буду только говорить о Христе, понятно. Если мы будем делать то, что делаем, то тут никак уже. Только убьют. Да Бог его знает. Другой ничего не делал. Да убили. Самолет упал на детский сад. Ни одного ребенка не осталось. Ну и что они? В чем виноваты? Дальше. И вот тогда начнутся непременно, мол, зажрались, заелись и разнеженные. Дайте им указание помнить историю Господа. Вот видишь как. Разнеженные. То есть я сказал, что изнеженная Австралия. Но отсюда вывод делает такой. И тогда мы это тоже получим. Да не верю я в это. Кто-то там и заелись, зажрались. Они все работают. Некогда думать об этом. Соблюдают посты. Но скажут человеку, почему не скажут даже на нищего. Нищий упал с голода, умирает. Дыхания нет. А это он от отжирения. Ну то есть можно что угодно сказать. Я не верю в это. Дальше. Христос воскресе. Поистину воскресе. Игнатий Тихонович. Решились на переезд в маленький городок. 7 тысяч человек. В части езды от города. Ну это примерно как ребриха. Там 6 тысяч с половиной. Вот дальше. Будет земля для огорода. В это я верю и одобряю. Никаких долгов. Ну дай бог. Особенно страшно, когда ипотека. Вот это вот. В жидовские руки сами себя отдали. Должник делается рабом взаимодавца. Их нельзя не выкупить ничего. Заранее договариваются там на 50, на 100 лет вперед. И платят, и платят. И мало того, в любой день это. Ну на каждый месяц они предлагают. Каждый месяц. А бывает и нет денег там, или не заплатили. Все, пение идет в Ливию. О, Маумарах, Каддафи. У него было так, что закон. Если кто-то берет проценты, банк, банкиры расстреливают. Понимаете как? А здесь 12 процентов. Это минимум. 12 процентов. То есть если договариваются, как правило, на длительный срок. И кто-то за него ручаться будет там у других. И у них дома могут изымать и везде. У этого дом изымут. А он уже заплатил два дома. Два. Если он дом купил там за 100 рублей, то заплатит за это время 500 рублей. И люди туда лезут. Зачем? Вот у нас в Усаве, в Дельвенском написано, ничего нигде не брать под проценты. Как огня бояться. Я живу, минимальная пенсия, но в долг никогда не лез. Учился в техникуме. Была стипендия, 26 рублей, 6 за квартиру отдам. На столе надо как-то жить. Пойдешь подрабатывать. Но никогда в долг не брал. Никогда. Я боялся этого, как огня. И Бог меня спас. Рабом не был ни одного дня. И что? И будет земля для огорода. Никаких долгов. Представьте, сколько положительных. И самое главное. Время для благовествования. О! Которые сейчас тратятся на сверхчасы работы ради выплаты кредитов. Кредитов. Да кто тебя затолкал-то туда? Какая тебя нечистая сила толкала? Нет ничего. Значит, живи там, где есть. Копай. Тут был копай город у Барнаула, у моста. Люди копали землянки прямо в землю и чем-нибудь там покрывались сверху. Жили. Жили, но не в долгах. Завтра, послезавтра начинаем продавать все. Никогда не думал, что будет так жалко и придется буквально отрывать от сердца. В это я верю и знаю. Ох, как мы прирастаем сердцем к имуществу. Да по-другому как будто и нельзя. Ну как так? Я сплю, у меня кроватка своя здесь. Выхожу, двор никому не мешает. И вдруг всего это лишается. Я с 11 лет, с 10 можно сказать почти лет, по квартирам. В школе было только 4 класса у нас. Сразу в корчина, а потом в люди. И сколько бы ты еще не делал, ты все время должник. Если бы по-христиански было, тогда бы дело другое. А Библия говорит, вот приехал брат, освободи место. Ну и все. Ну ты не должен все равно. Слава Господу нашему Иисусу Христу. Есть единство в семье. Не пришлось никого уговаривать. Сразу перешли к обсуждению. Как все лучше сделать. Да. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Господь не покидал, вразумил. Я молюсь о вас всегда, Николай. Да благословит Господь. И самое главное, наставил на труды, угодный ему. Помог побеждать самого главного врага, самого себя. Чтобы больше плода Господу, а не постыдной листвы суетной жизни. Благослови вас Господь. Ну то есть, видите, тут многого я не брал. Теперь я это могу даже закрыть. Другие песни много, особенно ВКонтакте. Там вчера посмотрели. Там идут десятками, десятками. До того не нравится мне эта система ВКонтакте. Не раскрыть. Другие считать не могут. Здесь вот мы что говорим. События дня. Ну и приходят люди и смотрят. Просмотров у нас сейчас 6 миллионов. Ну 600 миллионов, это уже просмотров только. Люди находятся. Вот наши, посмотрите, ресурсы. Вот первое, это был мой мир, где я в шапке. Тут можно заходить, писать и что спрашивать. А не там, где я с голубем. Тоже не так. И что у нас еще есть? Это православный форум. Вот он как выглядит. Очень удобно. Все открыто. Широко распахнуто. 1600 тем. Любой вот общий поиск. Заряжай, и все будет открыто. И дальше. Вот видеоканал. Видеоканал. Уже почти 7 тысяч у нас видеороликов. Любой можно открыть, смотреть. Все смотрите. Любому. Вот оно. Пасху, как в Потеряевке встречают. События дня наши, молитвы. Все здесь есть. И какие плейлисты. Тут все отдельно. Лагерь детский. Отдельно в церкви. Работа, деревня. Ну все. Ну и самый богатый у нас ресурс, это сайт. Православный библейский сайт. Вот в котором тут 55 папок на 4124 вопроса и ответа. И дальше мы дополняем из них. Сейчас мы уберем из священства. Это 46-й. Там семья была, так кажется. Священство сейчас идет. Добавки. Мы откроем. Посмотрим. Священство. Вот оно. Это то, что будем добавлять. По вопросу. Пожалуйста. Вопрос 3767. 26-й том открытым оком. Это мне записки поступали. Я в пяти университетах вел занятия. В десятках школ. Ну и природная программа и прочее. Так. Так. Что-то давно не комментируете. Новые книжки в православии. Есть ли там что достойное внимания? Представь себе. Какой вопрос. Нужно следить и за этим. Не только Библию знать правила. А и следить за этим. Ответ. Про все я не могу сказать. А вот есть некоторые. Даже вполне близки мне по духу. Удивительно. Как осмелили попы. Или уж действительно почувствовали. Что если так и продолжать. Как у них везде. То скоро придется храмы отдавать мусульманам и сектантам. Кавычки открыты. О некоторых наших ошибках. Это называется книга. Брошюра так. Игумен Петр Мещеринов. Даниловский благовестник. Москва 2007. Данилов. Мужской монастырь. Приглашение в диалогу. 48 страниц. 10 тысяч экземпляров. По благословению. Патриарх Алексея II. Игумен Петр. Насельник Даниловского монастыря. Преподаватель. Патриаршего центра духовного развития детей и молодежи. Автор многих статей. По насущным вопросам современной церковной жизни. Страница 4. Кавычки открыты. Благовествование Христа и спасение в нем, как в сути, церкви нередко подменяются проповедью внешней церковности. В основе этого лежит мысль привести человека к Богу через обряд. Причем последний может восприниматься с известной долей магизма. По образному выражению одного батюшки, мы склонны проповедовать купола и колокола, а не Христа и нравственную жизнь. Часто можно услышать такие, например, советы новоначальным. Кавычки открытые. Ты вот постись, ходи в церковь, читай такие-то и такие-то молитвы, съезди обязательно в такую-то обитель к старцу, ослужи молебен такой-то иконе и прочее и прочее. Наставляемый говорит, да я не понимаю ничего, что в церкви происходит и молитвы мне непонятны. На это следует такой ответ, ну и ничего, что ты не понимаешь, главное, что бесы понимают, а тебе и не надо ничего понимать. То есть как бы все само собой, автоматически, где-то там на небе произойдет, а ты только выполняешь то-то и то-то. Это и есть магизм. Страница шестая, кавычки открытые. Спросил как-то молодого человека, который ходил к протестантам. Почему так? Что его не устраивает в православии? И он ответил. Я два года ходил по московским храмам и слушал проповеди. И в 90% проповедей я не услышал ничего о Христе и Евангелии. А у протестантов хоть как-то говорят. Кавычки закрыты. Страница одиннадцатая. Отмечу две причины. Приннижение роли священного писания и неправильное восприятие священного предания церкви. Кавычки открыты. Две стихии. Церковь Божию питающая. Суть слова Божия и таинства. Писал Феофан Затворник. Евангелие и все священное писание дано нам Богом для того, чтобы мы узнавали из него волю Божию и жили в соответствии с ней. Священное писание потому должно преимущественно изучать христианам. Преподобный Серафим Саровский советовал так навыкнуть к Новому Завету, чтобы он как бы плавал в словах писания. Преподобный Антоний Великий говорил, что на всякое дело, делаемое нами, мы должны иметь свидетельство священного писания. Однако в нашей повседневной жизни оказывается нередко, что не очень-то оно интересно и нужно православным. Не раз я сталкивался с тем, что церковь, человек и... Что человек? И в церковь ходит, и в таинствах участвует, и считает себя православным, и даже активно борется за православие. А Новый Завет не только не знает, как должно, но даже и целиком-то не прочитал. Есть и в кавычках объяснение этому. Евангелие де идеал, а мы люди грешные, нам до идеала далеко. Конечно, Евангелие указывает нам на идеал Христа Господа. Но само Евангелие вовсе не идеал, а выражает современным языком точная и неотменная инструкция в жизни, без постоянного соблюдения которой никакое христианство невозможно. Это все в брошюре это написано. К сожалению, когда мы стремимся воцерковить своих ближних, редко мы обращаемся к священному писанию. Воцерковить, я считаю, это одно из самых поганых слов. Е, что это такое? Этого слова нигде нет. Родиться свыше, вот это все, это все подмена. Как конфессии, динаминации, нет этих слов. Это слово ересь прикрыли этими словами. Между прочим, протестанты подкупают молодежь, в том числе и тем, что они активно изучают Писание. Мы беспокоимся, как нам противостоять сектантам. А вот начать с того, чтобы Евангелие перестало быть для нас только святыней для лапзания, а стало активно воплощаться в нашей жизни. И в образе мысли, и в образе действий. Мы же из церкви делаем этнографический музей. Мы же, погружаясь в дебри аскетической письменности, не только не приобретаем, но и теряем эти качества. Нас интересуют глубины Иисусовой молитвы, абсолютные послушания, мистические духовничества, типиконное постничество и прочее. Гоняясь за этими журавлями в небе, мы нередко выпускаем из рук синицу обыкновенного человеческого здравомыслия. И получается так, как сказал святитель Василий Великий высокопоставленному чиновнику, начитавшемуся книжек и ушедшему в монастырь. Кавычки открыты. Ты и сенаторство потерял, и монахом не сделался. Приобретя ангельский чин, смотри, не утрать человеческого. Страница 17. Кавычки открыты. Без Христа все абсолютно бессмысленно, пусть даже и в церкви. Двоеверие – явление традиционное для Руси, характеризующееся принятием и усвоением обрядовой стороны православия. При том, что дух жизни остается языческим. Некопируемое теперь, как раньше в царской России, целенаправленными пастырскими усилиями получило широкое распространение. Все церковное, к чему прикасается язычество, профанируется и опошляется. Так что многие люди по церкви понимают не Христа и христианскую жизнь, а масленицу, красную горку, яблочные меды и прочие спасы, народные приметы и тому подобные вещи. Отсюда и происходит птичий язык. Может ли... Христос воскрес! Может ли наше спасение быть медовым? Можно ли Господа нашего Иисуса Христа назвать яблочным? Вот это и есть самый настоящий лубок, когда мы говорим о куличах и пасхах. Особо посвященное лицо, жрец или маг должно точно выполнить то или иное обрядовое действие. И если оно правильно совершено, если учтены все значимые потусторонние обстоятельства, дело-то результат гарантирован, независимо от внутренних расположений сердца человека, от его веры, взглядов, дел, нравственного состояния и прочее. Главное учесть все обстоятельства и скрупулезно, точно. Посвященным лицом исполнить определенный род действий. Если магизм проникает в церковь, он коренным образом извращает внутреннестую христианина, так что фактически перестает им быть, хоть может быть внешне весьма воцерковленным человеком. Магизм в церкви прежде всего извращает отношение человека к Богу, извращает саму мысль о Боге. Магическая точка зрения состоит на том, что Богу нужен только обряд, правильный, вовремя исполненный. В остальном человек к Богу ничего не должен, и отношение человека и Бога этим вполне исчерпывается. Церковь у нас превратилась в некую белую магию православного обряда. Пастырям проще выступать в роли жрецов, а служить молебен или требу, и получив плату, на этом закончить соседание церкви. Людям же легче поставить свечи, написать записки, пройти по канавке и тому подобное, в надежде, что они автоматически окажут нужное магическое действие, чем разбираться в своей жизни и строить ее в соответствии с Евангелием. Внешний антураж. У многих пастырей в огромном количестве церковной литературы имеет место именно лубочное, псевдоцерковное христианство. А то на меня псевдо-православное, а сам еще не знает даже. Почему-то многие считают, что работа мысли вредит чистоте церковной жизни. Смотрят на жизнь сквозь узкую щель лубочного мировосприятия. Мировосприятие. Происходит подмена Бога и церкви ее служителями. Послушание становится... Я понял это, нет? Подмена какая? Вместо Бога батюшка. Батюшка сказал батюшка. Они не спрашивают, что Библия говорит об этом. Происходит подмена Бога и церкви ее служителями. Послушание становится предметом спекуляций, рабским подчинением, только отдаляющим человека от Господа. На духовников сваливается вся жизнь паства. Люди хотят взамен свободы получить гарантию спасения. Но отказ от свободы есть отказ от христианства. Духовники становятся безраздельными властителями. Покривляется весь строй не только христианской, но вообще жизней. Манипуляция жизнью подвластных. В других религиях для разрешения ровно этих же вопросов существуют гуру, шейхи, шаманы, ламы, цадики, друиды и прочее. Церковь становится для людей магией. Преподобный Серафим говорил, что когда он говорил от себя, а не от Духа Святого, то бывали ошибки. Мифологизация всего, что связано со старцами. В жизнеописании одного из них мы читаем, что тот матерился, пил водку, хулиганил и тому подобное. Все это превращает нашу религию из благовествования о Боге в зловествование. В зловествование. Сапером на минном поле и должен быть старец. Педагогический процесс всегда одинаков. Сначала педагог плотно учит человека азам, то есть начальным элементарным навыком своего дела. Затем ученик обретает все большее мастерство. Творческую свободу становится подмастерьем. Потом и мастером, способным уже и других учить. У нас же плоды плохи, просто беда. В людях воспитывают безответственность, несвободу, кликушество, ложный патриотизм и прочее. А вакуум 2.19. Горе тому, кто говорит дереву, встань и бессловесному камню пробудись. Научит ли он чему-нибудь? Вот, он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. Иуиль 1.5 Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте. Все пьющее вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших. Ну вот, теперь в одном этом вопросе остановись, и уже многое можно исправить. Какой вопрос? Вопрос 2736, 12-й том открытым оком. Кого из отвечающих на вопросы ставите вы выше других? Ответ. На подобный вопрос я уже отвечал открытым оком том 6, страница 292, вопрос 1596. Там я указал, что из всей плеяды книжных и интернетных... Отвечальщиков. Отвечальщиков патриархии выделит только гумерова отца Афанасия. И вижу, что нужно подробнее его коснуться. Получил его книжку «Опросы священнику». Издание Стретинского монастыря Москва, 2004 год, 256 страниц, 10 тысяч экземпляров. Думаю, что в моих руках не обычная бесцветная и глупая брошюра, а настоящая книжка. Почитал, что в ней дается ответ примерно на 215 вопросов. И батюшка делает ссылки на Библию в синодальном переводе по-русски примерно 634 раза. Понятно, я как исследую ее. Все в цифрах, книга, знаю, знаю, не знаю. Недавно наткнулся на одного, говорит, а я у него был пчадом послушан, там Сергей один. На каждой странице у него 36 строк по 56 знаков. Вот как посчитал я все. У нас 42 на 58. И получается, что по отношению моих книг у него чуть ли не две трети по отношению к нашим 3000 ссылок на Библию. На 752 страницы в каждом из 12 томов, с учетом объема. Видишь, как я теперь сравнение делаю со всем. Мне книжка сия была подарена моим братом-отцом Иоакимом 27.03.05 года. И он обратил мое внимание на многочисленные ссылки на Библию и подчеркнувшим мне это. Я несказанно рад. Перечитываю сходу на второй раз и теперь сажусь конспектировать ее и пытаюсь установить с гумеровым связь. Вот мое отношение какое. Считал, говорит, знаешь ты, я не просто считаю. Что более всего настораживает в этой книге и в самом ее авторе. Вот что написано в ее предисловии. Кавычки открыты. На некоторых приходах священники стали проводить беседы. Много было сделано для воцерковления людей. Из ответов насельника Сретенского монастыря священника Афанасия составилась эта книга. Она поможет тем, кто искренне интересуется христианством, желает найти свое место в тысячелетней православной традиции. Кавычки закрыты. Я бы досчитал, кавычки закрыты. Ужасно. После всего, что написано в этой книжке, говорить о воцерковлении, о традициях, значит, или человек раздваивается до болезни тяжкой, или автор выходец из протестантов, и теперь сгорает на византийской кухне, не видя выхода. Сгорает. Слово воцерковления есть призелейший враг, живой вере во Христа, палач для рождения свыше, смертельный акушер для желающих соединения со Христом. Воцерковление есть натаскивание, приучение к определенным навыкам, порядкам и беспорядкам храмовым, усвоение целого арсенала мертвых шатаний, знаемых православием. И, конечно же, тут корни предания традиции, имея в виду не священные предания и не истинно церковные традиции, а сегодняшний церковный камуфляж, в котором запакованы прихожане, из которых может быть не менее половины одержимы бесами, лютой злобой ко всему, что Христово. Для них единственный объект поклонения благослови владыка, благослови батюшка. Все, что не благословлено имми маханием руки, с широким рукавом, для них не просто не существует, но и подлежит уничтожению, будь то Библия, занятие по изучению священного писания или проповедь Слова Божия. Этим ядом пропитана земля русская. Этот рассол страшнее коммунизма и его маразма. Настораживает очень сильно то, что книга благословена патриархам нынешним, значит нигде ни слова о разложении православии, ни звука об отступлениях от истины. О свирепости архиереев по отношению рожденных свыше. Оказывается, что даже с Библии в руках, находясь в православии, можно заниматься усердно перетаскиванием мертвецов из угла в угол, надсаживаться перечитыванием многих книг, на которые ссылаются от Ицефанасий, и не доверять Духу Святому, чтобы он сам вселился и возродил души. Нет больше радости для сердца моего, как слышать от друзей и от врагов, что дети мои все не босиком, и каждый при мече на бой готов. Краил и сшил я каждому обувку по мере ревности и рвения к труду. Кто борется за Библию, за стих и букву, победа их на стенде на виду. Прошли они по кварталам успешно, квартирам и прохожим раздавали. Визитки на занятия шел каждый пешим, на жестком одырых, но не на диване. Пропитанные истиной и потом пугали бритых всех еретиков, патриархийным доставались оптом и стерли сотни блещущих подков. У староверов бородатых тьму крошили, измочалившись, сжигали. Сегодня злы на нас они, лишь в вечности поймут, как мы любили их при их оскале. Душа моя ликует ежечасно от поступающих звонков и телеграм, что жизнь моя прожита не напрасно, не зря я с листовкой трудился по утрам. Теперь же сведения электронной почтой уведомляют о грядущей жатве. С тем выстивом детей знаком уже заочно, там проповедь в рассвете, где прежде рдели маты. Печать моих трудов есть дети, евангельской веры осиянны, забрасывают справа ночью сети с апостолом Петром и Иоанном. Порадуйте меня, что Библия ваш хлеб, что в истине стоите, не шатаясь. Христос вас сохранил и обещает впредь, смирением вздружите, презирая самость. 28.305, Игнатий Лапкин. Вопрос 4075, 30-й том, открытым оком. Вот и ваш брат родной священник задал вам вопрос. Кто же из священников все так понимает, как вы? Не познакомите ли нас с такими? Ответ. Во всем и апостолы не были похожи друг на друга. Калатам 2.7. Мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных. Евреи, уверовавшие во Христа, как в Спасителя, продолжали соблюдать различия в пище и другое, как принято живущим в иудейском благочестии. А вот язычникам, уверовавшим этого, уже не нужно делать. Ясно, что разница между такими христианами была велика. Деяние 21.25. А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда. Есть добрые священники, которые видят беду подмену в церкви, но опять же их как будто бы кто зашоривает. Зашоривает. Шоривает. Надетого лошадей, чтобы никуда нельзя смотреть было. Они всю беду видят в евреях-священниках. А свои-то волки и новорусские попы разве лучше этих крохоборов? Кавычки открыты. Надо смотреть правде в глаза. В России произошла управляемая духовная мутация населения. Поздно говорить о продажном и заблудшем священноначалии. Вокруг ожидаемых вероотступников уже собрались толпы столь же продажных и заблудших священников и мирян. Сколько пересчитал я газеты и журналов в поисках отражения главных проблем нашего времени? И что же? Пустота, имитация, замалчивание, непонимание, извращение. А ваша газета на голову выше всей той псевдобогословской трескотни и псевдохристианской болтологии, которыми полны страницы наши официальные церковные прессы. Превещенных это, однако, устраивает и другого православия, истинного, воинствующего, они даже не представляют и знать не хотят. Я регулярно считаю РП. Просто православие, наверное. И дух вашей газеты мне роднее, чем дух большинства так называемых православных епархиальных газет. Кроме того, если уж такой авторитет, как господин Дворкин, обзывает сотрудников РП сектантами, вас можно с уверенностью отнести к истинным православным. Раз он так отзывается о них, так. Их, Дворкин, их победа, когда охладеет сердца, и гнать будет некого. Раз вас гонят, это значит, что мы еще живы, и надежда у Отечества есть. Изучайте Писание и знамение времен, духом испытывайте. Так нам заповедано Господом. Нынешние времена лукавые, все более нас обязывают исследовать их капканы и сети, чтобы выводить из окружения Бесовского ближних своих. Вы преуспели в этом, но и я хочу предложить маленькую толику моих наблюдений, исходя из своего опыта. Из года в год, из века в век идет постепенная подмена наших русских православных ценностей. Мы забыли о своем и Руси православной промыслительном предназначении. Но враги Христа и России очень хорошо об этом помнят. Захват такой территории, как у нас, силой невозможен, поэтому они захватывают нас духовно, информационно. Оказывается, это возможно. Вот и цена нашей нынешней веры, а точнее безверия. Бездуховной победы над непокорным народом, то есть без уничтожения церкви Христовой. церкви 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 вероотступников последних времен. Но много ли нынче тех, кто об этом догадывается? Малое стадо верных не должно принимать правила этой сатанинской игры. Нам следует выйти из среды их, этих теплохладных предателей веры и сознательных, хотя и замаскированных христоворцев. Порой трудно поверить, что настали такие времена. Однако горькая реальность такова, что печальную истину уже не прикрыть близком куполов, не заглушить звоном колоколов. Нынешние наши скорби не то ли это посещение Божие, которое не признали в свое время евреи, до сих пор пребывающие под проклятием Христовым. Конечно, надо быть самим дьяволом, чтобы затеять такую грандиозную авантюру и иметь сатанинскую уверенность в том, что все задуманное получится. Слишком серьезная конечная цель. При показном внешнем возрождении православия не допустить возрождения подлинного и более того, лебить под шумок остаточное православие в России. Такой план может увенчаться успехом только в случае, если русский народ окончательно утратил веру отцов и связь с Богом, а следовательно и масштабное мышление вневременное и внепространственное, которое питало его христианскую ответственность и за весь Божий мир. поработившись миру и страстям, оказавшись в плену плоского сознания, мы сами добровольно отдали власть злостным имитаторам, которые за логическую ненависть ко всему Божественному возвели до уровня мировой политики, приступив к реальному осуществлению своих глобальных планов. Я беру оттуда, что говорят. Теперь прочитайте этот. Я буду протаскивать и прочитайте, кто будет, чтобы увидеть, как понимают. Международная еврейская газета, номер такой, это, что пишут. Видно, что трудились. Прямо выдержки берутся оттуда. так, кто это пишет? С любовью Христе священник Владимир Христовый. Христовый. То ли так себя называют, то ли чего, не знаю. Дальше. Деяние 20-30. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Это я уже Дашей даю как эпиграф всегда к тому, что слышал. Видно, что много он трудился и как это понимает. Много видит. Дальше. Судей 12-6. Они говорили ему скажи Шибалет. А он говорил Сибалет и не мог иначе выговорить. Тогда они взяв его заколали у переправы через Иордан. И пало в то время из Дефремлян 42 тысячи. За букву Р не могли сказать. Жизнь продолжается в шумливых воробьях, дерущихся за место, пищу солнца. В тоске Акафисты по прошлому скорбят. Зима лук, никто конечность зримая во всем круговороте. Однообразием томит. Все так привычно. Не прилепись к земному. Все здесь против. Небесное и вечное неискренно так ищем. Едва привыкнешь, как ты притрешься, готов скрипеть, лишь не было бы хуже. Внезапно поворот от прежнего ни крошки. Недавно завтракал пустой карман на ужин. Жизнь продолжается на смертных поворотах, скрывая многое за пасмурностью дней. Бог нагибает, что принять все кротко. Чем дальше от событий, тем они видней. Последствия явились при общей панораме, и чуточку забрежилось вчерашнее в пунктирах. Зигзаг спасал от ямы, если прямо, не через щель расцвета вид, а много шире. У каждого встречался некогда оман, грозился виселицей, гнал нас в безысходность. Фальшивая дружба высвечен обман, а там нерасположенный стал годным. Жизнь продолжается, а жизнь лишь во Христе. В доверии к его всем замыслам, заботе, песок событий тучей на зубах хрустел, для правнуков стоянием опыт скопи. В привычном и рутинном вечность рассмотреть. С пеленатом в роддоме или в морге преобразуется на пользу даже явный вред и в утренней апатии к себе быть строгим. У многих дел концовку мы не знали и потому засучивали жизнь рукава. Мы, христиане, оправдаем звание, запретный плод событий не сорвать. 14, 11, 18, 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 священник из Лос-Анджелеса в зарубежье отец Александр Лебедев призывает к соединению с московской патриархией без всяких условий. Не хотели бы вы ему ответить? Ответ. Наш батюшка отец Нафанил Судников уже ответил ему. Я могу только сказать аминь и добавить местописание на эту отповедь. Телефон 23, 23, 87, Лебедев. В течение того времени, когда церковь России была порабощена и находилась под почти полным контролем богоборческой советской власти, не имея возможности открыто говорить о настоящем положении и даже в действительности умалчивая о преследовании церкви от рук коммунистических властей, безусловно, на русскую православную церковь за границей легла обязанность открыто высказываться, быть единственным свободным голосом русской церкви и неуклонно свидетельствуя от подвигов новомучеников и исповедников российских судников. Задача РПЦ была не только свидетельствовать о подвигах новомучеников, о которых даже в действительности умалчивало МП, но главной задачей РПЦ было сохранение себя истинной православной церковью, чуждой всякой ереси и лжи. И дальше, вот как он говорит этот Лебедев, что еще он поставляет? Сейчас обстановка в корне изменилась. Русская церковь свободна в своей деятельности, издается духовная литература, открываются семинарии, мужские и женские монастыри, строятся и реставлируются церкви, открываются церковные школы и так далее. Церковь теперь открыто говорит об тяжелых временах гонений от советской власти. Строятся большие храмы, посвященные новомученикам и исповедникам российским. Во всех храмах имеются их иконы и особенно иконы святых царственных мучеников Николая II и его семьи судников. На главных руководящих должностях до сих пор остаются те, кто в свое время под страхом изгнаний церкви запрещали молиться и к Иоанну Кронштадтскому и патриарху Тихону и тем более царственным мученикам, называя их антисоветчиками и служа 25 октября благодарственный молебен Лебедев И дальше Лебедев что говорит ему отвечает Лебедев говорит Лебедев говорит Как можно говорить, что ничего не изменилось Это не Потемкинские деревни для одурачивания туристов Не просто золочиня куполов Это действительно религиозное возрождение огромной важности И мы должны задаться вопросом Хотим ли мы быть частью этого потрясающего духовного возрождения или нет Потрясающее духовное возрождение это в России Где он увидел Судников отвечает Священник путает духовное возрождение с возрождением церковной архитектуры и прочей церковной атрибутики Очень замечательно что люди начинают приходить к исповеди и к церковным таинствам Но скажу то чего может быть не знает отец Александр Подавляющее число священников московской патриархии никогда не читало книгу правил Очень часто они допускают причастие людей живущих в смертных грехах Это не один или два случая Это повсеместная практика отношение большей части духовенства к правилам православной церкви что они устарели что исполнить их нельзя а если пытаться исполнить то архиерей запретит Может в РПЦ также? Тогда нужно быстрее соединяться Уж не будем говорить о повсеместном распространении обливательного крещения без всякого научения И мы должны задаться вопросом хотим ли мы быть частью этого потрясающего духовного возрождения или нет Судников Хотим мы этого или не хотим РПЦЗ оказывала все эти годы огромное влияние на духовную жизнь в России даже если этого не хотят признавать некоторые Однако то что основой Одно то Одно то что основой катехизаторской книги в России стал Закон Божий про Теерея Серафима Слободского по которому принимали даже вступительные экзамены в духовные семинарии О многом говорит Огромную роль сыграла принципиальная позиция РПЦЗ по отношению к экуминизму Благодаря этому в широких церковных массах в МП отношение к этому резко отрицательное И сейчас некоторые члены МП услышав что готовятся соединения с РПЦЗ Сукаризный замечает Да как же вы с нашими соединяться будете они же насквозь экуминисты Л. Лебедев Говорят что мы должны требовать покаяния со стороны духовенства и мирян Московского Патриархата Можно задать вопрос Где в Священном Писании или изречениях Господа нашего Иисуса Христа или вообще в учении церкви говорится что мы христиане имеем право требовать покаяния от кого бы то ни было кроме самих себя Вообще он не верующий поп-то совсем На этом все и стоит Если покаяния нет то и нет крещения ничего нет Это именно полное полное раскаяние судников Опять путается батюшка Мы должны не требовать покаяния от кого бы то ни было Мы должны просто твердо стоять на том что евхаристическое общение возможно только в том случае если наше вероисповедание наше понимание Священного Писания догматов и канонов Церкви в основном одинаковое Вот здесь и возникает главная проблема Можно допустить что отношение к арт-канонам у отца Александра и у большинства епископата МП одинаково Тогда ему надо просто вступить в ними в евхаристическое общение перейти в их юрисдикцию Но большинство священников РПЦЗ понимание канонов Церкви значительно разница от понимания таковых духовенств МП Конечно есть нарушения в РПЦЗ хотя и в меньших масштабах Но в этом надо каяться и справляться показывая пример в покаянии и взаимно раскаившись соединяться а не торопиться соединяться с теми у кого преступлений еще больше Не торопиться соединяться а ты считаешь запятой а взаимно раскаившись смысл теряется в разговоре Далее отец Александр проводит две мысли Перед подвигом патриарха Сергия преклонялись некоторые иерархи РПЦЗ и оперируя некоторыми документами пытается сказать что РПЦЗ лишь часть русской церкви считай московской патриархии на это можно собрать гораздо больше высказываний о патриархии Сергии как о предателе церкви иерархами РПЦЗ и катакомбными епископами Добавьте сюда и проблемы экуминизма которая возникла в 60-е годы или ересь уже не является причиной для законного отделения что же касается исторического курса РПЦЗ не встречается ни в писании ни в канонах такие слова этот курс мог быть ошибочным позавчера вчера может быть ошибочным сегодня и завтра а вот исторический курс церкви Христовой быть ошибочным никак не может и выражается он кратко быть верным Христу угождать не миру в чем бы то ни было лице власти и иерархии прихожан общественного и церковного мнения а угождать Богу будь верен до смерти и дам тебе венец жизни Откровение 2.10 держи что имеешь дабы кто не восхитил венца твоего Откровение 3.11 Лебедев в России наблюдается замечательное духовное возрождение чему я сам свидетель это из Америки он увидел здесь духовное возрождение судников ой батюшка не были вы клирик ММП не рассылал вам епископ циркулярных писем с угрозами запрещения за бесплатное исполнение церковных треб не участвовали вы в поповских попойках не грозил вам благочинной карами за бесплатное совершение таинства крещения в том то и беда что такое что сейчас состояние РПЦЗ другое инаковое кое в чем оно может показать образец верности Христу и учению церкви а после соединения вы не будете ничем отличаться для тех по-настоящему ищущих и верующих прихожан о которых вы пишете в том то и беда что есть масса народа с живым религиозным чувством но нет по-настоящему православного духовенства способного сделать этих людей не просто религиозными даже самоотверженными а православно религиозными бескомпромиссно преданными Христу любящими Бога и правду большинство духовенством МП к сожалению учат что можно и солгать для пользы дела учат путям компромисса между Богом и миром Лебедев выбор прост хотели ли вы быть вместе с верующим русским народом и русской церковью или нет с любовью и уважением ко всем кто любит нашу церковь протеерей Александр Лебедев судников несмотря на недостатки РПЦЗ все таки есть разница между с приходами МП уж поверьте нам известны сотни приходов и священников МП а для чего вы хотите соединиться вы из Калифорнии будете на службу в России летать или моля за патриархой Алексея вы будете ближе к Богу и к русскому народу хотите быть ближе к русскому народу приезжайте в Россию поселитесь здесь начните проповедовать тогда вы будете ближе к русскому народу подавляющее большинство которого к сожалению не знает и не хочет знать Бога истинного не может через вас хоть некоторые станут православными христианами хотите быть ближе к Богу соблюдайте строго каноны церкви на своем приходе не имея никакого общения с серистью экуминизма и с грязной церковной политикой лжи и притворства в имя спасения в кавычках церкви вот тогда вокруг вас может начаться истинное духовное возрождение а через юхоритическое общение с духовенством московской патриархии вы не станете ближе ни к Богу ни к русскому народу именно как вместе будем причащать и будет ближе к народу Иоанна 7 51 судит ли закон наш человек если прежде не выслушает его и не узнает что он делает может уже поступил сигнал ли полюбить патриархию со всем ее имуществом и быть и опытом прелюбодействия с властями Осия 3 1 и сказал мне Господь иди еще и полюби женщину любимую мужем но прелюбодействующую подобно тому как любит Господь сынов израилевых а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их если если речь идет о сохранении святыни то нужно прислушаться повелению иеговы не торопиться сегодня переговоры идут не по писанию по политическим мотивам а потому и нужно говорить просто о народе здешнем и заграничном не притрагиваясь к церкви снять эти ризы а говорить просто как болтуны депутаты а то бытие 27-22 голос голос Иакова а руки руки Исавова иезекииль 44-19 а когда надо будет выйти на внешний двор на внешний двор к народу тогда они должны будут снять одежды свои в которых они служили и оставить их в священных комнатах и одеться в другие одежды чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу мои помощники воробушки заочные малейщики сестричества и братства без вас не литься рекам медовым и молочным а так бы и проспал у бочки с брашкой с квасом всех поименно вас не перечислить бегущих и лежащих в интернатах в больницах и на стерильно чистом и спятыми у божества богатых душой вы слышите как мы устало дышим подхватываете посох из-за немелых рук герои веры вы ростом стали выше и нимбом святости вососиняет круг нигде ничего не сделать одному без божьей помощи поддержки от друзей не сокрушить под ноги сатану опутает проглотит семиглавый змей на мой багаж и душу покушение неоднократный выстрел из засады но слушай не случайный и я не стал мишенью потом откроется как смерть шагнула рядом потом узнаю в этот день и час мои друзья о мне с огнем молились ствол минометный источил колчан но от разрывов только сотни линий мои помощники незримые в ночи сопровождайте же с любовью урожая и потому мой голос не молчит и потому я не от чресла рождаю спокойствием постели окружен слова все так же сочны плодоносны смущение больше вижу светлых светлых жен а братьев мало их смерть до срока косит благодарю счастливый иегову боюсь долгу остаться перед вами я ваши имена перечисляю снова и украшаю их похвальными словами 9 на 8 на 4 Игнатий Лапкин посвящает статья Кузьменичника Пустиной какие вопросы какие ответы до сегодня разы ты услышишь священники чтобы отвечали сам по себе вопрос 4061 30 том открытым оком я слышала что местный священник бурно отреагировал на истинное крещение Тамары Позняковой с чем это связано и нет ли сейчас хотя бы малого облегчения от них ответ с тем что истинное действие высвечивает неистинное положение вещей у остальных они Тамару не вызвали не расспросили а сразу же начали отвинчивать ей голову так всегда делали сталинско-беревские ставленники советской патриархии во всех до единого учебниках четко и ясно написано как брошюра Игнатия Душаинова выпущена в Москве в 2008 году Даниловский монастырь по благословению патриарх Алексея протиражом 10 тысяч экземпляров на 76 страниц что крещаемый входит в купель и троекратно погружается в воду кавычки закрыты нигде ни в каком законе Божьем нет указаний на нынешнее проклятое небрежение попов которые не крестят не погружают а всего лишь только мочат ладошки макушку или лоб лжекрещамого ничего кроем проклятия и удушения о недуховном возрождении здесь нет этих лживых волков в овечьих шкурах ждет страшная кара Божья и если епископ их защищает в их безумии то и его голова будет отрублена не удерживая Божьего мщения за небрежное исполнение своих обязанностей попыли лекут людей ни ко Христу а за собой в ад и путают путают и пугают каким-то отлучением незаконное отлучение падает на отлучающего и Еремия 40.8 проклят то дело Господне делает небрежно и кто удерживает тем меньше его от крови второзаконие 19.19 то сделает ему то что он умышлял сделать брату своему и так истреби злой среды себя когда апостол Павел собрал на прощальную беседу епископов и пресвитеров он видел их какие-то делатели и изрек пригвоздил и алтайских попов к этому позорному столбу он увидел у них под рясами и ризами хвосты серых разбойников не поющих а воющих ночью в лесу космолинском на луну рвущих с село клочки на клочки и свои прихожан за то что они решили все же спастаться по Евангелию а не обманом держать за волчий хвост яне 20 29 30 ибо я знаю что по отшествии моем войдут к вам лютые волки нещадящие стадо и из вас самих восстанут люди которые будут говорить превратно дабы увлечь учеников за собою кавычки открыты его преосвященству преосвященнейшему максиму епископу барнаульскому и алтайскому от благочинного церкви правопавловского округа и Ерея Александра Липовцева рапорт настоящими сообщают что сложилась крайне сложная ситуация в православном приходе села Клочки Ребрихинского района одна из членов приходского совета Познякова Тамара Дмитриевна без благословения приходского священника Игоря Чернодарова посещала общину Игнатия Тихоновича Лапкина где приняла как она утверждает докрещивание через полное погружение хотя перед этим вот уже несколько десятков лет была крещена русская православная церковь Крещена то есть крещена погружена не была обманывает При появлении у себя на приходе село Клочки стала вести активную проповедь в лапкинском характере состоящей из одной холы на церковь Он понимает что то что безобразничает это церковь Она сказала крещения то нету и почему все это за деньги делается В связи с этим чтобы приостановить смут на приходе на нее было наложено епитимья и временное отлучение от святого причастия до выяснения ответов на следующие вопросы по которым мы ждем вашего решения и благословения Первое Действительно ли община Лапкина состоит в каноническом общении с вашим пресвященством и русской православной церковью и является ли действительно общиной русской православной церкви с рубежом То есть ему не касается что он все исказил из смертных греха блудников подряд без этими причащает он ничего этого не может ему только надо разыскивать а почему доходно из этой системы сергианства предательства Второе правомощно ли как мы посчитали совершением второго крещения через погружение первого не было второе действительным так как Познякова Тамара была крещена даже если община Лапина является частью зарубежной церкви третье Как поступить в дальнейшем с Позняковой Тамарой Дмитриевной сентябрь 2008 года так Вашего пресвященства послушник Иерия Александра Липовцев резолюция на собрании вывезти ее из прихожан с совета за антицерковную деятельность после покаяния с ее стороны допустить до причастия 10 сентября 2008 года еще этого не было все разрушено и эти остались некрещены а она умерла уже ее нету уже на суде Божьем Сейчас там в Чернодаров тоже не пускают нашу сестру Фран Да и она у нас там Нина Желнерова стоит на улице на улице стоит зимой и говорит валенки протаивает до земли и они идут рядом да это даже ну я не знаю где это еще такое есть потом архиерею говорил архиерею все это снимает он все равно не пускает никого не слушается Осия 6.9 как разбойники подстерегают человека так сборище священников убивают и совершают мерзости священники и слово сборище вот это я называю кодлой они как ну сборище священников я называю подло кодло то есть в кучу собрались собаки и бегают сборище то есть разбойники Христос зашел никакого храма нет храм Божий дом а вы сделали овертепом разбойников разбойники Осия 5.1 слушайте это священники и внимайте и преклоните ухо ибо вам будет суд потому что вы были западнёю и сетью то священники стали кем им будет суд за это они стали западнёю и сетью а эти места будет он считать его сетью зачем же он будет обнаруживать а народ не считает вообще Библию западнёю и сетью сделали в семейной жизни столько же подвохов со стороны мужей детей и жён а одному считается что плохо шатёр не шаха похотью сожжён да шах шах это его как царь в великой ярости низверженный дракон лютует ищет как бы проглотить он с неба сброшен в битве был сражён за каждым шагом только и следит без искушений дымных шагу не ступить укоры критика от самых задушевных всё от того что скинули посты и как не быть столь массового крушения которые приходят прищищаются все посты соблюдают среду пятницу да ничуть не бывало развод аборты детская преступность плоды отсутствия молитвы и поста беспамятство беспечность похоть тупость упущенная сгинула вовек не наверстать не может быть чтоб враг не одолел не только демон но и ислам китайцы страна духовных палачей коллег сумел же враг и к храму подобраться без веры в Бога тропка только в ад без руководства Духом Божьим в пропасть ада масонский план Россию закопать всю до конца и память без остатка нам не нравственности надо толковать а спасение души Христом и Иисусом враг сатана подкрался словно тать и Библию сокрыл в мозгах и в чувствах борьба за души ангела и беса они толкают из подвали и каждый на свое с кем пожелаем проводить мы вечность под трубы чьи ликуем и поем душа моя не ошибись ни разу за чечевичный суп теряя первородство трудись на поприще не подражая праздным сил на победу у Креста и спросим 10-го 11-го 0-8-го все на этом слава Христу пожалуйста подожди на подожди м